Недельный раздел Миницовин, несмотря на свой небольшой объем, затрагивает много важных тем. Одна из них – это тема дшвы, находящаяся в 30-й главе. Принято считать, однако, что речь идет о человеке, совершившей какой-то проступок, затем исправившей его и вернувшейся к соблюдению заповедей. В принципе, это правильно, однако, совершенно принижает смысл дшвы. Прежде всего, не сказано, вернешься к заповедям Господа Бога твоего, а сказано, вернешься к Господу Богу твоему, и будешь прислушиваться к голосу его и исполнять заповеди его. То есть, возвращение к соблюдению заповедей не является настоящим смыслом дшвы, а представляет собой результат самой дшвы. То есть, это можно понять как выражение некоторой метафизической тоски, желания, связи с невышним. И в процессе этого стремления он понимает, что его проступки препятствуют этой связи, и он сосредотачивается на своих делах. Здесь и кроется распространенная ошибка предполагать, что речь здесь идет об обязанности прежде всего религиозно исправить свои дела. Нет, речь идет прежде всего о религиозной обязанности при близлежа к Всевышнему, и посредством этого затем уже исправляет поступки. Но это совершенно не исчерпывает весь вопрос. Ведь мы видим, что Тора связывает воедино дшву с возвращением народа в его землю. Ведь уже в следующем стихе сказано, «И приведет тебя Господь Бог твой на землю, которую овладели твои отцы, и ты овладеешь ею». И из этого мы понимаем, что возвращение народа в свою землю – это тоже дшува. Более того, я бы сказал, что исходя из прямого понимания текста Торы, сионизм и есть самая большая в истории человечества дшува. Когда народ Израиля находится в Галуте, он переживает состояние имманентного внутреннего греха в своем мироощущении. Возвращаясь же в свою землю, он выздоравливает душевно и физически, и в этом основа национальной дшувы. Понятно, что это не аннулирует дшуву индивидуальную, как, например, съевший запрещенную еду исправляет свое поведение и тому подобное. Однако такая индивидуальная дшува должна быть прежде всего интегрированной в дшуву коллективную, национальную. Мы в нашем поколении относятся к этим стихам не просто как к чему-то абстрактному, отвлеченному, описанному в древней книге, а напротив переживаем воочию этот процесс возвращения народа в землю Израиля, как обретение своей утерянной сущности. И поэтому главный смысл раздела «Ницавим вера в способность не только каждого индивидуа исправить в себя свои преступки, но прежде всего способность народа Израиля обрести свое национальное здоровье». Об этом и говорит окончание недельного раздела «Ницавим». «Жизнь и смерть предложил я вам. Избери же жизнь». Казалось бы, речь идет о них в этом тривиальном призыве. Ведь кто не хочет жить? Однако, можно было бы предположить, что именно глубокое душевное переживание, связанное с тоской по связи с Всевышним, приведет к человеку к пренебрежению земной жизни. Однако Тора сообщает нам, «Здесь что-то чрезвычайно важное. Всевышний предлагает нам жизнь и смерть. Однако тебе следует выбрать жизнь. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Именно сейчас, в этот ужасный период всемирной эпидемии, мы призываем к жизни и молим того, кто дает нам жизнь, продлить нам жизнь.